книга открытым оком автор игнатий тихонович лапкин тема церковь вопрос 89 в некоторые времена в церковь христову проникла ересь и входили пастыри лютые волки оставалась ли церковь невестой христовой ответ церковь невеста христа послание ефесянам 5 глава 27 стих чтобы представить ее себе славную церковью не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна послание ефесянам 1 глава 4 стих так как он избрал нас в нем прежде создания мира чтобы вы были святы и непорочны пред ним в любви и первое послание тимофею 3 глава 15 стих чтобы если замедлю ты знал как должно поступать в доме божием который есть церковь бога живого столб и утверждение истины книга откровение 21 глава 9 и 17 стихи и пришел ко мне один из семи ангелов у которых было 7 чаш наполненных семью последними язвами и сказал мне пойди я покажу тебе жену невесту агнца и дух и невеста говорят приди и слышавший да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет в воду воду жизни даром все что сказано здесь о церкви относится на все времена те кто согрешают и не раскаиваются и даже скрывают свой грех продолжают числиться членами церкви в виде моей части но в сакральной части таинственной которая ведомо одному лишь богу там нет ни одного грешника не было и не будет каноны правила отлучения оглашенные языдите это всего лишь попытка отобразить видимой части то что совершается в невидимой и здесь возможно ошибки на страшном суде может оказаться это будет самым потрясающим и удивительным что те о ком думали что они святые окажутся с левой стороны о ком и не слыхали окажутся в числе спасенных премудрость соломона 5 глава 1 стих тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех которые оскорбляли его и презирали подвиги его они же увидев смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасение его и раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа будут говорить сами в себе это тот самый который был у нас некогда в посмеянии и притчу и поругание безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную как же он причислен к сынам божьим и жребий его со святыми так мы заблудились от пути истины и свет правды не светил нам и солнце не озаряло нас